кстати зацените пожалуйста тачку дим чё твоя как пикапить девчонок на улице а кстати тачку себе взял недавно голыми ну а мужиков голыми в бане вот это подсоединяется закрываешь на ночь и за ночь заряжается давай бей делай ай ты мой хороший балалай ктв по каналу балалай далай снимаем новое крутое шоу скоро завоюем ютуб 1 миллион подписчиков не сгорай ребят всем привет в очередной раз приветствую вас на своем балконе и перед началом этого видео хотел сказать вам пару слов если помните в одном из крайних видео когда я здесь обозревал подарки которые мне подарили на день рождения я обмолвился что вот таких вот видео разговорных будет больше на канале выходить потому что они менее время затратные на монтаж менее энергозатратные я очень сильно ошибался оказалось что смонтировать это видео занимает примерно столько же сколько и в лог все дело в моем дебильном перфекционизме потому что я всегда хочу когда я берусь за что-то я всегда хочу это сделать ну идеально как мне кажется настолько насколько я могу сожалению я понял что я не могу позволять себе уделять столько времени на монтаж я понимаю что самая большая проблема на моем канале это не постоянство выпуска видео 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 вов выпусков грубо говоря поэтому канал не растет поэтому вы от меня отрекаетесь забывайте про меня и я понимаю что с таким раскладом мечты мои не осуществить получить хотя бы серебряную кнопку поэтому я решил что влоги я буду выкидывать теперь стараться намного чаще за счет того что будут тратить минимум времени на их монтаж поэтому влоги будут теперь более такие real life я надеюсь что вам понравится меня поддержите и параллельно будут выходить шоу проект такие как тачка вот первый выпуск был с уазом кто не посмотрел зацените целом первый пилотный выпуск тачки получился неплохим прям сейчас мы снимаем уже по половину сняли второго выпуска спойлер ну там будет мазерате и у меня куча идей плюс в начале недели выходит второй выпуск моего проекта это если помните первый выпуск был это криптовалюта сейчас будет это что-то увидите не хочу развенчивать интригу так сказать я надеюсь что вы меня поддержите я знаю что я виноват я знаю что я пропадаю надолго но на это есть определенные причины которые выше меня погнали смотреть этот видос всем доброе утро точнее доброго времени суток смотрите пацаны моя новая тачка это янка это янка мой брат сват и мы едем снимать первый пилотный выпуск нового шоу на моем канале как называется тачка в общем сейчас все узнаете в общем ребят решил подснять небольшой бэкстейдж как я уже сказал к первому пилотному выпуску моего нового шоу когда называется тачка в котором я буду находить владельцев прикольных машин ну и собственно сами эти машины и будет снимать небольшое такое небольшое такую историю про эту машину давай я просто буду рот открывать а ты говорила всем привет мои любимые подписчики сегодня я специально для вас сделать супер шоу которая покажет все самые офигенные тачки лос-анджелеса именно сейчас мы едем туда я снимаю вам свой бэкстейдж сейчас вы поймете так ребят ну что мы приехали на место смотрите здесь уже серьезная ситуация здесь повсюду дроны летают классная собачка лёха его гараж лёха для влога пока мы шоу не начали снимать серьезно ты смотри здесь затарился игрушки смотри в мерче все дела подготовиться еще рубашка должна была грязная тут профессиональные влогеры а ты все уже на дрончик их все дела ну чё как настроение настроение супер еще два влогера должны были подъехать ждем трафик средашный трафик средашный было и вообще бывает когда не такой чтобы не было трафика в принципе так ладно пацаны я вам сразу скажу я ничего не понимаю я все это была куплена на деньги крипто-валюare все это раздевлайки пошлю я много видео сделал я же занимаюсь она тоже я сделаю 1 не Colorado видео меня там уничтожили пацаны это не я сказала если человека еще Tanja такой легкие туда приходите к нему стр гараж инстаграм и там его 10, меня не надо. Тоже не особо такая. На своем. Не особо, конечно. Не особо. Я сейчас человека начал снимать, хотел рекламу сделать каналу, а он говорит, ну, у тебя тоже канал не особо такой, поэтому, как бы, наверное, я не буду говорить. Не, шучу. Пацанов канал СССР Гараж. Че снимаем, Лёх? Маленькую часть гаража. Маленькие игрушки. Кому хочется маленький гараж посмотреть. Да, пожалуйста, подписывайтесь. Мы не показываем только машинки, которые, типа, принадлежат советской эпохе. Мы рассказываем, показываем людей, владельцев, их истории, готовим хавку, выезжаем на оффроу, приглашаем фотомодели на фотосессии. Ну, правильно. Секс, трэш и наркотики. Приглашаем фотомодели на фотосессии. Чуваки не знают, что у меня просто лайв-канал, это все будет в онлайне потом, в самом виде. Наштёшка просил, чтобы вы не показывали его лакшери дом. Можете это не вырезать, замыливать, но тогда придется замылить весь кадр. Лёх, смотри, если где-то будет попадаться твой дом, я просто нахер всю картинку буду замылить. Ребят, короче, если замыли на картинку, это значит дом... Оставьте только рот, оставьте только рот и глаза. Вчера было такое мероприятие, то есть мы засняли для нашего выпуска технологии парилки и приготовления бычих хвостов с гречкой. Там есть уникальные персонажи, которые готовят, но это персонажи белогвардейцы. Подожди, бычьи хвосты, ты имеешь в виду какой-то сет? Нет, это тут пися. А, окей, на всякий случай. Просто я знал, что тут че тоже готовят. Нет, это хер называется. А это бычьи хвосты, порубленные, приготовленные соусом, с гречневой кашей, салмон отдельно для тех, кто не ест. Вы заметили, человек залип на еде, да? Мы рассказываем, значит, про баню или про гараж, а ты рассказываешь про бычьи хвосты. Бычьи хвосты, это и есть гараж. Пожалуй, я здесь не нужен. Так вот, о белогвардейцах, которых мы, собственно говоря, там снимаем, да? Поэтому ты снимал их голыми. Ну голыми, ну а мужиков голыми в бане? Это наша тема. Сэр гараж, мы не голубые. А, лучше, HG. Да нет, он прозрачный презерватив становится. Это гондон. Правильно. Го-про, гондон. Го-про, го-про. Сейчас все перешли на Sony. Не гордон, не гордон. Не, гордон не гондон. За счет только вот этого бластера, нихрена, это вставляется в багажник. Вот это подсоединяет, смотри. Чпок, закрываешь на ночь. И за ночь заряжается до 1600 лошадей. Идем погладить собачку. А, в Майами? Привет. Ай, ты мой хороший. Давайте такой, камера, камера, групповую. А, это, на. Как вы канал называете? Спой. Вспомни. Мой канал называется. Да лай, да лай. Балалай КТВ мой канал называется. Балалай, да лай. Так, все, сейчас. Сейчас будет крутой кадр. Я на бэкстейджер. Стасик, зацените, пожалуйста, тачку. Дим, что, твоя? Янка, знаешь, какая у тебя будет кличка после этого кадра? Какая? Угадай. У тебя будет, угадай. У тебя будет кличка, угадай. Ну, давай, Дим. Какая? Сейчас к тебе приятно. Давай, бей, делай контент. Снимаем новое крутое шоу. Скоро завоюем YouTube. Один миллион подписчиков не с горами. Это Диман Далай, это LA, это Яна снимает. А я читаю рэп, я скоро стану рэпером, как все блогеры. Все. Сыпьте деньги ему в лицо. Мексиканцы, кстати, боятся русских машин. Да? Они помнят просто. Че помнят? Мексиканцы очень помнят. Все русские машины. А че они помнят их? Ты разве... А, ты очень молод еще. Так и что, а че, у нас с мексами не было никаких жесткочек? А ты думаешь, что не было? А на самом деле... Они думают, что было, особенно те, кто курили. Да-да-да. Никто не хочет, Дим, с тобой разговаривать. Все очень заняты в этой стране. Все очень заняты, все хотят работать, все хотят работать. Если ты сейчас ее не остановишь, зря приехали. Дим, давай, лови. Братан. Я тебе разрешаю, Дим, давай. Ты видел этот машин? Я не знаю. Ты видел этот машин? О, много. Да? Где ты? Я из Сирии. О, Сирии. Хорошо, так что ты видел много, да? Все армия здесь. Что ты думаешь о этом машине? Все армия здесь, я не знаю. Как ты его назвал? Хейли. Хейли. Хейли, я очень рада встретить тебя. Ты видел этот машин? Нет. Ты любишь его? Да, это круто. Какая страна эта машина? Которая? Да, просто представьте. Где ты? Я из Чинского. Окей, он из Чина. Он из Чина, да. И что ты думаешь? Какая? Какая? Да. Просто представьте, что ты чувствуешь? 50к? 50к? Да. Это 75к. Окей, круто, класс. 75к, но, да, это 2 лет. 75к. Примерно новое. Ты двигаешься на эту машину? Конечно. Так, первый съемочный день нового крутого проекта. Тачка на канале Далай подходит к концу. Никитоса высаживаем домой. Проваливай. Проваливай. Забирай свои шмотки. Проваливай. Забирай свои шмотки. Проваливай. Хочешь, мои забирай. Да. Но это не точно. Мои не надо. Ну, то есть, ты считаешь, что зрителям будет интересно полчаса смотреть, как Никитос кладет микрофон в коробочку. Правильно? Вот такую аккуратность просто люди оценят. Ян, вот что значит, сразу видно, что ты человек неопытный на Ютьюбе. Ты должна говорить, если вы оцениваете такую аккуратность, ставьте лайки. А, ставьте лайки, да. Пишите комментарии. Насколько вы оцените... Оцените Никитоса, пожалуйста, ребята. Оцените аккуратность, Никита. Аккуратность оцените. Дима, а верен. Да, кстати, тачку себе взял недавно. Новую. Не знаю, заметили вы ее или нет. Лизни ее. Ой, ты мой хороший. А потом меня целует этими губами. Посмотрите мне. А ты мой себе хомбел? Ну, ее как-то с больше любовью. Видишь, Садик? Такой, знаешь, в нос. И следующий кадр. Да нет, я на тебя. Я тебе такая, говори. Ладно, все, хорошо. Это уже не смешно было. Ребят, вот мы переместились на Голливуд Бульвар, чтобы проверить один из самых главных, пожалуй, критериев при выборе автомобиля. То, как на этот автомобиль будут реагировать женщины. Экипировались. И сейчас с Лехой возьмем по пять девчонок и попробуем взять у них номер телефона. Посмотрим, как все получится. Погнали? Погнали. Первые попытки почему-то не увенчиваются успехом. А хотя нет, посмотрите, что-то там у Лехи начинает получаться. Попытка номер два. Сейчас будет чуть-чуть меньше агрессии, больше такта. Юмора и обаяния. Ребят, запоминайте все, как надо это делать грамотно. Как пикапить девчонок на улице. Это все из-за этой машины. Хотя я даже не сказал ничего о машине. Она просто на меня посмотрела и сказала нет. Так, пацаны, у меня оборвалась связь, потому что Олеся ввела свой номер телефона. Да, кстати, это была Олеся из Украины. Из Украины. Она ввела свой номер телефона, поэтому запись пропала. В общем, хорошая девочка оставила номер телефона в Соренч Каунте. Говорит, покажешь мне потом город и себя. Один номер есть. Диман, там же Диман красавец, может. Давай теперь я буду разговаривать. Давай, тут вступает дело Никитос. 100%. Сейчас, мастер-класс. Наконец-то. Знаешь, как третий раз это. Да, третий раз не мастер-класс. Ну давай, Никитос. Ну давай. Что ж, девочки? Мы продакционная команда из Сан-Франциско. Мы хотим моделям для видеобидио. Мы просто купили машину за неделю. О, впрочем, мы не моделям. Никит, ну он был хороший. Вот это реально видно, что человек с опытом в ЛА и девчонок цеплять знает как. Ребят, ну что, мы только что закончили съемки первой пилотной серии нового шоу. Вот тачка, которая будет выходить у меня на канале. Леха, СССР Гараж, подписывайтесь. Никитос. Сейчас, подожди, как знаешь, на свадьбах вот эта тема. На ручку встань. А как? Что встать? Леха, пару слов. Все супер. Ребят, молодцы. Поддерживаю тему. Очень классно. Будет много вопросов. Будет много всего. Ответов. Насчет ответов не знаю, но будет много классных новых тачек и много-много новых мнений. А это, мы чем живем, как бы интересно. Что другие думают и вот так вот. Так что подписывайтесь на Диму, будет много интересного. И на Леху. И на меня, да. Отменялись. И на Никитосов. Отчихать. Так, ну что, вот и пришел день, когда я в очередной раз Яну отложу в аэропорт. Яна, ребята, с тобой не очень хорошо в этот раз познакомились, но я думаю, это же не последний раз, правильно? Ну, я думаю, да. Еще мы успеем познакомиться. А заодно я свиную и передаю ваши кепки, ребята. Такие красивые. В целости и сохранности все отправлю, все доставлю. Из Москвы. Из Москвы, бежит. Потому что Янка у меня в Москве. С собой кем бы не стал бы общаться. Ну, какие у тебя впечатления от этого поезда? Блин, я буду очень скучать, и мне будет очень грустно. Я даже не хочу говорить на камеру. А ты готова, что у тебя в комментариях сейчас будут некоторые люди хейтить? Да. Типа, а, сучка. Скажешь, что за... Да, в Америке хочет жить. Что за фигня. Не хочу я, я в Америке не хочу жить, я с тобой хочу жить. Садил только что Янку на самолет, ребят. И вот еду с аэропорта, аэропорта точнее, и думаю о том, как же быстро летит время. Берегите его, думайте об этом. Мы классно провели время эти 10 дней. Она второй раз ко мне приезжала, так что бы это расскажу вам по секрету. Было очень здорово. Время это самый наш главный и самый важный ресурс, ребят. Самый важный. Ничего дороже времени у нас нету, потому что его никак не вернуть. По крайней мере, по каждому. Идите к своей мечте, добивайтесь своих целей, и все будет офигенно. Я узнавал, поверьте мне на слово. Все возможно, ребят. Все в этой жизни возможно. Нужно только делать, не лениться и идти к своей мечте. Даже если что-то плохое случается, помните. Пускай так будет, ничего страшного. Обнял. Ваш Димка давай. Субтитры сделал DimaTorzok